От Матфея Духа Святаго не простится ему ни всем веке, ни в будущем. Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы рассматриваем трудные места из Священного Писания. И сегодня поговорим о таком месте из Евангелия от Матфея. И вообще этот вопрос для многих является камнем преткновения, потому что речь идет о хулено Духа Святого. Вот в 12 главе Евангелия от Матфея там есть такие слова. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. И, собственно, вопрос пришел к нам такой. Что такое хула на Духа Святого? Получается простительно хулить Сына и непростительно Духа. А что сказать об Отце? И как вообще такое может быть, если Отец, Сын и Дух – это единый Бог? Ну, дорогие братья и сестры, речь вообще не об этом совершенно. Потому что здесь ведь сказано, если кто скажет, слово на Сына Человеческого. То есть тут подразумевается человеческая сторона служения Христа. И, в общем-то, святые отцы, они достаточно подробно и ясно объясняют вот эти места Священного Писания. Речь идет о чем? Вот Спаситель, он только-только пришел. И люди видят его как человека. Они видят, что он общается с мытарями. А мытари были презренные и обманывали иудейский народ. Зарабатывали за счет своих единоплеменников, собирая дань для римлян. То есть, да, многие были достаточно и лукавыми, и хитрыми, эти мытари. Но встречались искренние души. Вот ради них Спаситель с ними общается. Он общается с блудницами, с блудниками. Но это все порицалось человеческой морали. Да и сейчас порицается. Он, как сказано, ест и пьет с мытарями и грешниками. То есть, внешне он не демонстрирует такой вот строгий аскетизм, как демонстрирует Иоанн Крестителя. Ну, люди еще не знали, что у Христа и не было страстей, да, поэтому он не нуждался в этой строго аскетической практике для усмирения страстей. Но они, не видя во Христе Божественного, видели только человеческое, соблазнялись и называли его ядцей и винопийцей. И вот все такие грехи ради их неведения, поскольку они не замечали Божества во Христе, а видели только человеческое и судили по-человечески. Все это, говорит Спаситель, людям прощается, вот если они говорят на Него, на Христа, как на Сына Человеческого. Потому что мир еще не мог вместить всей полноты проповеди, да, и Божество Христа скрывало за завесой его плоти, поэтому тот, кто судил лишь по плоти, тому это и было простительно. И мы знаем, что при, скажем, даже после воскресения, да, одни поклонились ему, некоторые же усомнились, сказано про учеников Христовых, но за это они не осуждаются, это их человеческая немощь, не сразу они укрепляются в вере, и это все прощается, как некое вот такое, ну, такие простые, будничные, текущие наши грехи, на нашу текущую немощь, которая каждый день у нас присутствует. Но есть другая сторона, когда проявляется очевидное Божество, очевидная благодать Святого Духа. Вот скажем, как еще в Ветхом Завете, когда израильский народ из египетской пустыни, когда Господь выводил из Египта и вел по пустыне, выводил израильский народ, то впереди всего народа облачный столб, да, то есть сам Господь являл свою благодать наглядно и показывает, что он предводительствует, и для израильского народа это было очевидно. Или когда Скиния Завета, да, где ковчег, самая главная святыня, и бывало так, что тоже благодать проявляла и наглядно, вот в виде облака осеняла Ковчег Завета, Скинию, или когда Соломон построил храм и тоже слава Божия наполнила весь храм, это было очевидное проявление благодати Божией. И спорить с этим было для иудеев бессмысленно. И вот приходит Христос, который на горе преображается, и облако, вот это тоже слава Божия осеняет его, голос Бога Отца. И Дух Святой тут же присутствует, и для учеников это очевидно. Но Дух Святой действует и в других случаях в связи со Спасителем, то есть при крещении нисходит на Господа, показывая, что всегда он на Христе и пребывает, Святой Дух. И в том числе Святой Дух во Христе действует, когда Спаситель совершает какие-то чудеса. Вот мы упомянули слова Спасителя про хулуна Духа Святого, а какой общий контекст? А общий контекст таков, что к Спасителю привели бесноватого, слепого и немого, то есть некий человек, одержимый Духом нечистым. И бес, он заблокировал в нем некоторые органы восприятия. Такое бывает, что если бес вошел, то он может блокировать что-то и в мозге, и органы чувств, или человек неправильно себя как-то ведет. И в данном случае такой человек не мог видеть и не мог говорить. И когда Спаситель исцелил его, то этот одержимый не только освобождается от бесноватости, но он также прозревает и начинает говорить. И для всех это было очевидно, что это действие благодати Божией. И люди сказано, и дивился весь народ и говорил, нет ли Христос сын Давидов? То есть люди уже начинают укрепляться в этой вере. Но фарисеи, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вельзевула, князя Бесовского. То есть тут мы видим, что Спаситель Духом Святым совершает чудеса, а фарисеи из-за своей вот этой злобы и богопротивления в данном случае, они говорят, что нет, это действие бесовское. И Спаситель, вразумляя этих фарисеев, говорит, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. То есть я вот Духом Божиим, Святым Духом совершаю эти чудеса. И после этого он пытается вразумить их и говорит, что вот всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. То есть именно когда ты видишь, что здесь явное действие Святого Духа, того же Святого Духа, который выводил израильский народ из Египта, наполнял храм Соломонов, а потом Святой Дух сосредоточился во Христе. Вот ты это видишь, но ты все равно противишься. И вот эта вот хула, она не может проститься. В том смысле, что это Богопротивление, а через Богопротивление ты становишься кардинально отделен от Бога, вот как отделен Сатана от Господа. Понимаете? И тут он и объясняет Спаситель, что если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть видимо в нем Спаситель просто человеком, то это простится ему. Если же кто скажется на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. И это значит, что, ну представим, какой-то вот человек, который, ну допустим, вот видел он или преподобного Паисия Святогорца, да, если он, скажем, не замечал в нем проявления Святого Духа и, ну просто что-то вот там сказал или пошутил, или неуважительно повел себя, но это просто вот грех такой человеческий. Но если ты видишь, что преподобный Паисий Святогорец помолился Господу и благодать Святого Духа явно вот явилась в каком-то чуде, и такое было на самом деле, когда преподобный Паисий Святогорец вот очевидно совершал такие вот чудеса, но ты специально против этого выступаешь и в этом состоянии богопротивления пребываешь, что это вот твоя погибель. Или тот же самый, скажем, сатанизм. Если кто-то подчеркнуто позиционирует себя как служитель сатаны и знает, что вот есть Бог как высшее добро, как высшая любовь, высшая правда, высшая милость, и специально вот этот сатанизм себя позиционирует как противник, и вот он, не покаявшись, умрет в этом состоянии, состоянии богопротивления, то это прямой путь в ад. Но и все такие грехи, они прощаются через покаяние. И святой Афанасий Великий, когда вот толкует именно этот текст Писания, он говорит о том, что непростительным является само состояние богопротивления. Вот если ты находишься в этом состоянии, вот покуда ты в нем находишься, в противлении Духа Святого, ты чада ада, или исчадия ада. То есть ты погибаешь. А как только через покаяние ты освобождаешься от богопротивления, то и никакой хулы на Духа Святого у тебя уже нет. И я буквально прочитаю слова святого Афанасия Великого, и он говорит так, «Заметить же надлежит, что Христос не сказал не отпуститься хулившему и покаявшемуся, но хулящему, то есть пребывающему в этой хуле, ибо достодолжное покаяние разрешает все грехи». То есть в данном случае опасно именно само состояние богопротивления, и противясь Святому Духу, ты противишься всей Святой Троице, и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Поэтому этого надо очень опасаться. Но через покаяние, через очищение глубин сердечных, кстати, тем же Святым Духом очищаются глубины нашей души. И вот поскольку Дух Святой за покаяние очищает человека, то ему отпускаются даже самые страшные грехи, в том числе и хула на Духу Святого. И такая душа, она уже не пребывает в этом грехе. Поэтому она уже служительница Господа, вот как мы видим на примере апостола Павла, который поначалу был савлом, противился Господу, и участвовал фактически в осуждении и в смертном приговоре, и в приведении, в исполнении этого приговора Стефану Первомученику. А потом, когда непосредственно он встретился с благодатью Христовой, то он всецело раскаялся в своих грехах и стал искренним служителем Господа. Поэтому прежний грех его богопротивления был ему прощен, а сам он стал величайшим апостолом. Вот дай нам Господь всем быть искренними служителями Господа и стараться не впадать ни в какие такие вот тяжкие грехи, чтобы не быть нам богопротивниками, а быть искренними служителями Господа. Стефану Первомученику. Стефану Первомученику. Стефану Первомученику. Стефану Первомученику. Продолжение следует...